Среди 42 претендентов на звание педагог-психолог Кубани была сочинский специалист Алина Минская. По результатам самопрезентации, проведения открытого занятия психологической консультации с клиентом, она признана одним из самых успешных психологов края. А вот до звания учитель года Кубани буквально несколько баллов не хватило Ольге Забаровой. Сочинский учитель начальных классов 55-й школы, ставшая лучшей в городе, заняла второе место в краевом конкурсе. С удовольствием отмечаем эти победы, благодарим наших педагогов, победителей, благодарим наши центры, которые принимали участие в их подготовке, управление образованием, что это действительно большой коллективный труд. И для нас очень знаково, что есть вот такие наши звездочки, которые на самом деле становятся локомотивом, авангардом просто продвижения педагогических знаний в педагогическом пространстве. Развивать себя по профессиональной линии Ольга Забарова начала еще со студенческой скамьи. В 2013-м она победила во Всероссийском конкурсе исследовательских работ, а через год стала лауреатом премии правительства России. Сегодня мы с вами вернемся к теме повторения. Вот уже четыре года Ольга работает в школе, где училась и сама. Говорит, любовь учеников и поддержка коллектива школы помогали ей справиться с волнением и с достоинством выступить на краевом конкурсе. Поддержка чувствовалась на протяжении всего конкурса. Не только именно, когда я уехала в Краснодар, но и на городском этапе. Наша группа поддержки была самой большой во всем зале, и поддержка школы очень-очень морально мне помогла. Несмотря на сложную нагрузку, Ольга ведет семь предметов. Она придумывает новые методики преподавания. Увлекательные и необычные уроки настолько понравились ученикам, что теперь они не хотят расставаться с любимой первой учительницей, ведь в следующем году они перейдут в среднюю школу. Мы постоянно делали эксперименты, а один день она дала нам каждому назначение. Я была главным по переменам, я давала каждому задание, во что играть. Но у нас некоторые дети были директорами, замами, секретарями, и было интересно. Она так хорошо преподавала, и в ум так все хорошо ложила, и не хочется с ней расставаться. От первого учителя действительно зависит многое. Если она смогла заинтересовать детей, и они полюбили науку, значит и дальнейшее обучение для них будет не в тягость. Ольга Забарова тоже намерена развивать свое профессиональное мастерство, и может быть уже в следующий раз представить Сочи на всероссийском этапе конкурса «Учитель года». Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...